Международная исследовательская школа пройдет в Якутии на базе Малой Академии Наук Республики Саха-Якутия в селе Чапаево Хангаласского Луса с 25 июня по 5 июля этого года. В связи с этим мы рады представить вам наших гостей. Это Ксения Сергеевна Сальникова, директор Международной исследовательской школы, член исполнительного комитета международного движения МИЛСЕД, город Москва. И Антон Олегович Лукашевич, научный консультант Международной исследовательской школы Беларуси. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Уважаемые гости. Но вчера, вы сказали, что вы вчера приехали в наш город, прибыли, да? Какие дела успели сделать? Что вот, насколько прошел вчерашний день насыщенно? Мы вчера побывали в месте проведения 10-й Международной исследовательской школы в Малой Академии Наук. И послушали проекты тьютеров из Якутии, тех тьютеров, которые будут вести проекты для наших участников в этом году. Да, в этом году у нас такой особый год, школа юбилейная, школа проходит в уникальном месте в Якутии, поэтому мы старались максимально разнообразить наши классические проекты, вот именно проектами местными, из тьютера, которые представляют Северо-Восточный федеральный университет, Малую Академию Наук. Таким образом, вот, особый проект касательно климатических зон, потому что Якутия – это уникальное место, то есть проект касательно мерзлоты, палеонтологии, вот в этом году дети будут, да, действительно заниматься и мамонтами, и мерзлотой всем, чем никогда не видели, потому что дети из разных стран, дети из всего мира, которые попадают в уникальное место, действительно. Вот наш климат, можно сказать, был основополагающим фактором в выборе? Ну, сложно сказать, но он стал точно важным моментом. Это точно будет очень интересно детям со всего мира. Ну, Международная исследовательская школа, какая у нее история? Ну, начали мы этот проект 10 лет назад, в 2008 году. Нам всегда казалось интересной идеей, когда собираются дети со всего мира и не показывают результаты своей учебы, достигнутой за год, да, там, участвуя в Олимпиаде или представляя свою курсовую работу, а собираются все самые умные и талантливые, и мы им даем возможность что-то сделать вместе, а именно реализовать научное исследование или проект. Это всегда очень увлекательно, они не знают, с чем это закончится, они обретают друзей со всего мира, у них есть общее дело, это объединяет, это дает им какой-то азарт, и, безусловно, это увлекает их наукой. Потому что что может увлечь, как невозможность попробовать это руками, поработать на лабораторном оборудовании, действительно сделать какое-то научное открытие, небольшое, или исследование. Дети сами ничего не будут готовить, то есть подготавливать какую-то программу, проекты, вы будете сами им все это показывать, а то есть для них все это будет что-то новизное и интересное? Да, никакой предварительной подготовки не нужно. Конечно, идет отбор детей, он идет во всех странах, и в России тоже, и в Республике Саха. Дети какого возраста? Это старшеклассники, 14-17 лет у нас возрастные цены. Ну, школа будет проходить с 25 июня по 5 июля, да, это достаточно долго, несколько дней, больше недели. Что будет в эти дни? Какая программа? Ну, конечно, основное содержание — это исследовательские проекты и работы. Кажется, что это мало, но для реализации научного исследования это, конечно, безусловно, мало. Поэтому мы даже называем их не проекты, а экспресс-проекты, да, то есть за эти 10 дней школы участники проходят все этапы от постановки цели, выбора методов, да, самого исследования, результатов и выводов. То есть это исследовательские, собственно, работы, их презентация перед комиссией экспертов, обсуждение в конце. Какие страны и сколько участников? Страны — это у нас будет Мексика, Иран, Филиппины, Индия, Китай, Бразилия. Это из тех, кто уже заявился, Турция. А тьютеры у нас будут из Дании, Сербии, Хорватии, Мексики, Индии. В Словении. В Словении, да, в том числе. Школа пройдет на стыке июня, Юля, наверняка вы не останетесь у нас так надолго, или все это время будет идти работа благотворная, подготовка к школе? Ну, конечно, да. Мы приедем, собственно, уже на дни школы, а готовим мы школу, находясь в Москве, да, в Сватегилу. Дистанционно с использованием сил Малой Академии Наук, то есть нам активно помогают, поэтому сотрудничаем, постоянно в ВКонтакте, готовим оборудование, то есть все, что необходимо для школы. Но вчера вот было только прослушивание или какой-то отбор? Или уже ребята определены, которые будут принимать детей? Ребята определены. Отбор был произведен еще на этапе онлайн, да, подготовки. Сейчас мы уже просто встретились с лично, с ребятами. С преподавателями, с тьютерами из университета, которые будут принимать. Да, идея тьютера в том, что он недалеко, собственно, ушел от самого школьника, да, что это не профессор, который имеет большую дистанцию, да, с учениками, а это тьютер, это молодой ученый или педагог, который вместе со школьниками, вместе с участниками предпринимает вот это исследование. Они поддерживают их, помогают. То есть сможет их по-настоящему увлечь науку, увлечь эти исследования, потому что зачастую это с открытым финалом, и мы вот принципиально, да. Спасибо, уважаемые гости, удачного вам проведения, ждем вас летом обязательно и снова в нашей студии.